приветствую вас друзья в этом видео поговорим с вами про самую частую ошибку которая приводит к turbo боям и эти ошибки именно совершают игроки вначале хочу сказать о том что сейчас что-то там youtube замедлился плохо грузится не работает нормально я видео всегда загружаю еще помимо youtube а вк-видео можно в группе вконтакте посмотреть и либо в самому вк-видео на телефоне в приложении или на компе где вам удобно если стримы мои хотите смотреть то можете подписаться в навыка play life стримы там всегда проходят еще и золото можно пофармить во время стрима на крайняк можно на трава подписаться не знаю что там с этими замедлениями блокировками youtube а или что там будет дальше происходить не знаю в общем если мой контент хотите смотреть то милости прошу вк-видео вк play life трава группа вконтакте телега в описании все эти ссылки всегда есть понятное дело что сама игра тоже подталкивает к тому чтобы бои были быстрые тут у нас есть и специальные снаряды гонка вооружений справедливая стрельба в кавычках но есть также еще и ошибки самих игроков сейчас я вам помогу и подскажу что не нужно делать чтобы не сливать бои еще и за пару минут вот допустим на фоне вы видите карту париж и казалось бы я играю на среднем танке но я еду на направление тяжелых танков поскольку это направление самое важное если мы его проиграем то по сути проиграем бой все что будет происходить на центре или на зелени это несущественно и таких вот направлений важных на карте зачастую буквально там одно и если его не защитить не сдержать то произойдет turbo бой абсолютно на каждой карте есть такое вот направление на эль халуфи направление тяжей если его быстро пронесут то быстро закончится бой на карте париж вот у нас направление с мостом иногда бывает такая карта вот допустим как карта берлин там либо направление тяжей могут быстро снести и додавить до базы заехать в тыл тем кто на зелени либо же направление средних танков на зелени тоже могут быстро пронести и заехать тяжам в городе в тыл то есть иногда бывает что важных направлений 2 это максимум вот допустим есть еще жемчужная река у которой посередине дорожка и еще на фланге дорожка и есть большая далекая объездная по зелени которая нам не интересно вообще никогда ни на чем поскольку две центральная и боковая дороги самые близкие к базе если быстро проносят то в принципе все там конец боя мы уже слили полностью мы дальше уже вряд ли вытащим то же самое на ласвилле есть ущелье которые могут быстро снести на малиновке есть гора очень важное направление в общем и целом вы принцип поняли что на каждой карте есть очень важное направление которое если быстро проиграть то произойдет turbo бой что с этим делать если посмотреть как играют статисты у которых очень высокие результаты высокий процент побед они разыгрывают эти основные направления конечно все зависит от класса техники нужно делать еще поправку на то может ли ваш танк играть это или нет если второе главное направление на карте это первое то есть можем ли мы разыгрывать основное направление одно либо дополнительное следующее это поехали союзники играть это важное направление или нет если союзники туда не поехали и нас там очень мало или нет вообще самому туда ехать не нужно даже если это главное направление которое нельзя сливать поскольку от того что вы туда поедете один и будете всех там в чате ругать типа вот вы все такие плохие нехорошие не поехали вы делу не помогаете скорее всего вы там сольетесь и сделайте только хуже у вас будет минус танк в команде очень сильно сомневаюсь что вы в одно лицо затащите там весь фланг под этой арту и оглушениями под фулл голду и всем остальным это из разряда фантастики то есть все очень просто союзники не поехали играть значит занимаем какие-то оборонительные позиции встречаем врагов аккуратно играем от союзников возможно в зависимости от того какой у вас танк эти вещи казалось бы простые и элементарные и для нормальных игроков особо то нет смысла это объяснять но есть еще у нас целевая аудитория и чуть пониже игроки по скилу которые не понимают что вот эти простые вещи они самые главные если вы это понимаете то что я объясняю это хорошо осталось только это нормально реализовывать но есть люди которые даже не понимают этого если вы это узкое главное направление не сдержите то его быстро пронесут и все союзники которые там есть быстро сольются враги получат огромное преимущество за короткий промежуток времени которые могут реализовать и занять ключевые позиции и снести всю карту вот почему это так важно поскольку когда вы главное направление освободили от врагов у вас очень много свободного места на карте получается которое можно использовать поджимать врагов подсвечивать расстрелить их а вот те челики которые где-то там что-то стоят куда-то смотрят или играют какие-то там непонятные направления которые не играбельны и бывает так что на респе один фланг слабый его в принципе нормальные люди не играют но некоторые туда едут либо сливаются либо стоят там в кустах чё-то они вообще на бой не влияют ни как на бой влияет то в основном людей которые едут играть основное направление как найти эти основные направления в основном это близкие к базе туннельные коридорные участки карты которые можно играть от жестких и агрессивных позиций но при этом и можно быстро пронести долгие объездные какие-то там в никуда ведущие в кусты там какие-то позиции фланги это нам не интересно пока вы будете там вокруг карты кататься по кустам вам снесут эти коридорчики и все вы либо должны в этом коридоре встречать врагов и сдерживать либо как танк поддержки из-за спин союзников быть там впереди но прятаться за союзниками если у вас танчик бумажный либо если у вас вообще танк только про кемперить вы должны эти туннельчики с кемпы защищать все элементарно казалось бы но в рандоме часто это не исполняется то какой-нибудь тяж поедет там кататься вокруг карты по зелени в кустах то союзники не поехали играть основное направление туда один или два придурка приедут и сразу сольются и отдают врагам преимущество бесплатно в начале боя то есть просто смотришь на мини карту и там сразу же все видно нужно просто эти элементарные пару вещей запомнить если вы приехали на главное направление у вас вроде бы союзники там есть но врагов слишком много получилось вам нужно пытаться отступить так чтобы вас союзники там где-нибудь с кемпы прикрывали или попытаться уехать к союзникам где их там побольше чтобы там врагов встречать либо если не получается уехать хотя бы по максимуму раздать что сможете ну и что мне еще немножко не нравится в конце добавлю что делают разработчики с картами вот они допустим на карте монастырь наделали кучу всяких заездов переездов из-за чего я на нее попался поиграл и у меня бои всегда на ней трехминутные тяжело сдерживать эти основные направления когда у тебя некоторые союзники занимаются ерундой в бою вместо того чтобы заниматься основным направлением так еще и тяжело тем что так много проезда добавилось что ты не можешь все законтролировать и вот еще новая карта которую сделали карта камчатка там такая же проблема просматривается был стрим с разработчиками блогерами там очень много на направлениях проездов переездов из-за чего очень сложно будет эти направления играть очень тяжело будет их сдерживать или продавливать очень легко ошибиться из-за любого переулка может выскочить куча танков и просто бой закончится это очень сильно ускоряет игру если бы не было бы full голды за серебро танки так сильно бы не ускорили в скорости езды с турбинами со всем остальным еще не было бы такой гонки вооружения может быть такие карты бы и зашли но на тех скоростях которые сейчас есть эти карты неминуемо будут приводить к трехминутным боем так еще и игроки они должны по тактике очень жестко отыгрывать эти направления чтобы каждый туннельчик кто-то контролил чтоб там ничего нигде не продавили не пронесли за две минуты но кто в рандоме этим будет заниматься ведь нормальные сильные игроки произошел очень жесткий отток игроков которые играют нормально поскольку ну видимо им что-то в игре не понравилось справедливая стрельба в кавычках или full голда или в общем и целом ты когда чем лучше начинаешь играть тем сильнее ты замечаешь что справедливость в игре мягко говоря хромает и в основном остались вот игра для кого и делалось рыженькие красненькие и они как раз таки вот эти элементарные вещи которые я рассказываю они не исполняют вообще из-за чего тоже вот turbo бои происходят можно просто подытожить что вот действия игроков в бою а также действия разработчиков в совокупности вместе дали то что очень много трехминутных turbo боев со счетом 3 15 15 3 да там может быть не три минуты но 45 но в любом случае бои в одну калитку да и трехминутные бои уже случается как ни странно то есть тут надо игрокам пытаться отыграть нормально но и разработчики никак не помогают уменьшить количество turbo боев но если вам нравится конечно turbo бои может быть и все хорошо можно поехать вокруг карты по кустам покататься на те же или на птшки не прикрывать основное направление ну а на разработчиках и дальше лепить такие сложные карты и усложнять карты для целевой аудитории которая очень слабо играет в тактику максимально слабо поскольку основные смышленые игроки и в рандоме сейчас не найти когда я начинал играть красных танкистов в рандоме можно было по пальцам пересчитать сколько сейчас их в рандоме вы можете сами посмотреть и сравнить сам был арчи карать красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока